В Новый год с новым ремонтом в Новочебоксарске на улице Советская, 18, завершился капитальный ремонт многоквартирного дома. Вот это батареи я свои же оставила. Вот они терморегуляторы тоже вот здесь внизу у меня. Мальчик там убрали белые самые. А вот для циркуляции сказали, вот трубу надо другую врезать. Вот другую трубу тоже врезали. Аккуратно сделали все. А тут вот эту самую горячую воду они поменяли. Потрогайте, какая горячая. Потрогайте. А раньше у нас труба холодная была. Вот потрогайте тоже. Действительно очень горячая труба. Невозможно даже долго держать. Людмила Петровна с гордостью показывает новые трубы и рассказывает, как убеждала на собрании всех жильцов аккуратно платить за капремонт. Результатов ждали недолго. За собираемость свыше 90% им сделали ремонт намного раньше запланированного срока. То есть если есть необходимость переноса сроков, то естественно решение такое может быть принято о переносе сроков со своими собственниками. Но немаловажный фактор при переносе сроков это естественно собираемость взносов фонд капитального ремонта. Программа с 2014 года средняя собираемость за все эти годы составляет 85%. А если брать чисто вот этот текущий год уходящий, то получается собираемость 100%. То есть все, что начислили в этом году, оно в принципе уже оплачено фонд капитального ремонта. В этом году 321 квартирный дом по этой программе был отремонтирован. В том числе это 93 дома, которые были за счет экономии, произведенных по торгам, отремонтированы дополнительно. Светлые подъезды, чистые лестничные площадки, новые почтовые ящики. 18-й дом на Советской вполне сойдет за образцовый. Крышу здесь обновили еще в 2016-м, также по программе капремонта. Козырьки над подъездами отремонтировали по статье текущего ремонта. А теперь обновили и коммуникации. Здесь были проведены работы по замене горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, подрядной организации «Горес». Сумма работ более 5 миллионов рублей. То есть контроль, так скажем, осуществлялся и сотрудниками администрации города Новочебоксарска, и представителям управляющей компании. Раньше, рассказывает Людмила Петровна, из крана с горячей водой долго текла холодная, только потом нагревалась. После ремонта эта проблема решилась. Хотя замену труб производили в октябре, жильцам не пришлось мерзнуть. Стояки отключали по очереди. Общий дымовой регулятор тепла установили в подвале, а в квартирах он у каждого свой. Поэтому можно самим выбирать комфортную температуру. Очень-очень довольна, что вот такой ремонт большой, ГВЕС, ХВЕС, канализация, отопление сделали. Я очень довольна. Ну, по всем квартирам ходила, потом я. Говорят, все нормально, все хорошо. Всего в Новочебоксарске по программе капитального ремонта в этом году отремонтировали 28 домов. 9 из них за счет сэкономленных средств. Город Химиков на втором месте после Парецкого района по собираемости взносов. В следующем году капремонт придет в 209 многоквартирных домов республики. Если за счет конкурсных процедур удастся сэкономить средства, то список увеличится.